Пресс-брифинг в Белом доме Как сообщается, несколько бюллетеней из вооруженных сил были, цитирую, выброшены. На данный момент обнаружено 9 бюллетеней. Неудивительно, что подавляющее большинство этих голосов было подано, угадайте, за кого? За Дональда Трампа. Тем временем в Гринвилле власти во вторник объявили, что три ящика с почтой, в том числе с бюллетенями для голосования по почте, были обнаружены в Канаве. Их не посчитали, а бросили в Канаву. На протяжении года мы наблюдали и другие примеры. Всего несколько часов назад в Техасе генпрокурор штата объявил об аресте выборного окружного администратора и еще нескольких человек по делу об организованном мошенничестве с голосованием по почте во время демократических праймерис 2018 года. Но репортерам в Вашингтоне? В это невозможно поверить! Таким образом, те, кто этим занимается, убеждаются, что это на самом деле неплохо работает. На прошлой неделе судьи Верховного суда Пенсильвании постановили, что бюллетени, отправленные по почте, необходимо считать и по прошествии долгого времени со дня выборов. Вы не будете шокированы, узнав, что пять из семи членов суда, принявших это решение, политически ангажированные демократы. Недавно в штате Мичиган судья по имени Синтия Диана Стивенс вынесла очень похожее постановление. Приказала провести жатву бюллетеней. Это позволяет проплаченным политическим функционерам собирать бюллетени пачками и приносить их на избирательные участки. Какие могут быть проблемы? Мошенничество. На самом деле весь смысл в мошенничестве. Вам следует знать, что Синтия Диана Стивенс не столько судья, сколько политическая активистка. Вы часто слышите, как консерваторы высмеивают судей-активистов, но в данном случае это не преувеличение. Синтия Диана Стивенс гордится тем, что она активистка. Четыре года назад она выступала на мероприятии, посвященном справедливости и инклюзивности. Там она в буквальном смысле давала толпе советы о том, как быть эффективным активистом. Не судьей, а активистом. В конечном итоге нет ничего, что ангажированные судьи желали бы уничтожить сильнее, чем быстрый подсчет голосов в ночь выборов, с четким результатом и без подтасовок. Если все голоса будут подсчитаны за одну ночь, ни у кого не будет времени на то, чтобы постановить выбросить неугодные бюллетени. Вот почему судьи в Пенсильвании и Мичигане хотят, чтобы члены избирательных комиссий считали голоса спустя недели после дня выборов. Их постановления сделали это практически неизбежным. Это будет катастрофа, мы точно знаем, мы это уже видели. Ведь и по сей день, семь месяцев спустя, мы по-прежнему не знаем, кто победил на февральском кокусе в Айове. Но для руководства демократической партии кокусы не были провалом. Они были образцом для президентских выборов, когда Джо Байден последует примеру Хиллари Клинтон и ни при каких обстоятельствах не признает поражение. Ему нужно будет лишь улыбаться и махать рукой из своего номера в отеле в ночь выборов. Остальное доделают адвокаты. Редактор субтитров А.Семкин